Над принятыми поправками работала большая группа экспертов. Тему сейчас обсудим с одним из них. Это заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлия Овечкина. К нам выходит на прямую связь. Добрый день, Юлия. День. Хорошо меня слышите, да? Какие еще нормы, кроме тех, которые я сейчас сказала, вы бы выделили в законопроекте, который был подписан сегодня президентом? Сегодня действительно президент подписал очень важный для каждого казахстанца закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Для нас, как для комитета по охране прав детей, помимо норм, которые вы уже озвучили, по уголовной ответственности и ее усилению, закон содержит беспрецедентные нормы, превентивные нормы по созданию безопасной инфраструктуры на местах. Это, опять-таки, проведение внеплановых проверок, без уведомления субъектов проверки. Это законодательное закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребенка. Сейчас в стране они работают уже с 2022 года, но благодаря вводимым поправкам теперь на законодательной основе они будут осуществлять свою деятельность и защищать права наших детей. Также законом вводится ответственность за принудительную высадку ребенка из общественного травма. Во-первых, вносится запрет на эту высадку и также ответственность. Кроме того, закон содержит в себе ответственность за травлю, буллинг ребенка любого лица, со стороны которого исходит это действие. Также в законопроекте есть компетенция по созданию программы помощи жертвам насилия детям, которые будут содержать комплексные меры, чтобы помочь ребенку справиться с этой ситуацией. Вводится лицензирование летних оздоровительных лагерей. Все мы помним ситуацию прошлого года, и дабы, чтобы такие ситуации не повторялись, теперь детские оздоровительные лагеря будут проходить процедуру лицензирования. Кроме того, вводится хорошая мера по законодательному закреплению контакт-центра 111. Каждый казахстанец, ребенок, родители должны запомнить короткий номер 111 в случае любой ситуации, по которому они могут позвонить и обратиться за помощью. В регионах благодаря новому закону будут открыты центры психологической поддержки детей, куда также родители, дети, педагоги смогут обратиться за помощью. Вы же участвовали тоже в разработке. Есть какие-то нормы, которые, может быть, выдвигали общественники, но они остались все-таки неутвержденными? Есть какие-то спорные моменты? То есть нужно ли еще будет дорабатывать этот закон или, в принципе, всех все устраивает на данный момент? Закон прошел широкое общественное обсуждение неоднократно на различных площадках, с различными экспертами, это и с юристами, и с уполномоченными по правам ребенка, с региональными, и с представителями неправительственных организаций. Все нормы были обсуждены и поддержаны. Спасибо большое. Ну что ж, надеемся, что для общества это большой вклад. Вы как оцениваете, как это отразится вообще для общества в целом? Мы очень ждали долго данный закон. Мы надеемся, что благодаря данному закону мы сможем сделать жизнь каждого ребенка более безопасной и счастливой. Спасибо большое. Юлия Овечкина была с нами на прямой связи. Заместитель и председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения. Благодарю. Спасибо.